привет мои красотки сегодня будут у нас парфюмерные болталки но давайте приступим долго не будем разглагольствовать с вами джан артие наверное я не знаю девчонки как точно называется эта марка у меня парфюм под названием султан здесь 100 миллилитров и это что-то божественное девчонки что-то необыкновенное большая такая коробочка и вот так вот выглядит сам флакончик вы посмотрите какой он красивый я действительно начинаю вспоминать сериала из детства что-то типа клон до сериала если вы смотрели кстати если смотрели ставьте лайк вот очень интересно такое необычное оформление мне нравится цвет жидкости и смотрите здесь немножко так выпирает как попу женщины с других сторон так не выпирает именно вот здесь вот здесь уделено хорошее внимание деталям смотрите как все мило классно колпачок хорошо снимается ставится обратно мне он нравится для меня это такой необычный какой-то оказался аромат который я с удовольствием узнаю с удовольствием знакомлюсь пытаюсь разгадать его я нотки нотки видите как я ласково называю ноты не смотрела девчонки я думаю если вам интересно вы просто нажмете название жан арти 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 султан и посмотрите ноты он я бы сказала такой политкорректный аромат я думала что ну все-таки такая как бы что ли арабская до тематика восточная наверное тематика это что-то будет насыщенная сладкая по делу оказалось что вообще он не сладкий вот когда так слушаешь и когда только наносишь первый вздох делаешь он не сладкий девчонки он на самом деле такой политкорректный этот аромат наверно можно носить если вы не хотите как там что ли оглушать своим ароматом окружающих он очень такой нежный что ли но проходит немножко времени после того как вы его нанесете он начинает раскрываться и в нем появляется небольшая не сильно такая насыщенная прям сладость но небольшая сладость в нем появляется то есть для меня это такой необычный и интересный аромат мне он нравится я с удовольствием его ношу в конце лета я его носила где-то в середине в конце лета носила осенью ну то есть классный классный аромат и мне кажется даже в холодное время года он будет очень красиво звучать можно носить его в офис там где вы рядышком с людьми сидите чтобы не душить никого не напрягать вот этот аромат мне кажется напрягать никого и душить не будет очень такой вот прям нежный интересный шикарный хорошо сел на мою кожу на одежде я вообще молчу хорошо сидит достаточно долго я его слышу хотя в принципе тема насколько долго что мы ощущаем вы сами понимаете что такая отдельная тема в парфюмерии но аромат меня впечатлил я рада что он у меня теперь есть еще один аромат который впечатлил который очень бюджетный бракар марка линейка фрутиссимо у меня это груша это аромата коллекция фрутиссимо ароматы чистого удовольствия солнечные цитрусы лесные ягоды груши яблоки бла 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 много-много всего у меня аромат с грушей это я по совету зрительницы своей приобрела его она мне говорила что смотрит мои парфюмерные ролики и что у нас вкусы совпадают кое-что она по моему по моей как бы рекомендации купила ей понравилось и даже не кое-что я так поняла наверное много чего и она мне посоветовал горит раз у нас там и так вкусы совпадают возможно тебе понравится аромат фрутиссимо дюшес девчонки вы знаете аромат такой ну как бы упаковочка очень очень дешевая вот видите вот это все очень так прямо отваливается но это неважно он не стоит он совершенно не стойкий даже на одежде но я его девчонки используем дома и мне нравится или куда-то выбежать в магазин который тут три минуты от нашего дома находится тоже я его использую это такой яркий сочный обалденный что это три копейки вот столько я уже его использовала его было налито ну вот просто целая целый флакончик девчонки здесь по моему 30 миллилитров я даже кстати не посмотрела сколько 35 35 миллилитров на самом деле очень вкусно я люблю его на себя наносить спирта в нем не ощущаю он очень вкусный очень нежный очень такой сочный вот я бы назвала сочный вот если скажете юля сними ролик о домашних парфюмах этот парфюм туда войдет я его полюбила но он совершенно не стойкий то есть если вы хотите что-то бюджетное на носку даже каждодневную да на работу там я не знаю да на работу скорее всего то нет не подойдет этот аромат но вот для дома это конечно находка дальше томми хайл фиджер по моему правильно так произносить вот такой вот у меня аромат томми герл купила аромат летом коробочку же выбросила потому что я поняла сразу что этот аромат у меня останется что я не хочу его ни на что менять что он очень вкусно он очень классный смотрите так вот оформлен флакон дозатор все великолепно сделано это с такой свежечок вот прям на лето на жаркое лето даже прямо очень-очень жаркое лето не затейливый аромат не надоедливый не удушливый тут какие-то цветочки водяные тут может даже огурец что ли тоже но ты не читала девчонки просто говорю свои ощущения я не заявляю что я какой-то эксперт по парфюмерии я просто вам говорю отзывы обычного обывателя скажем так очень вкусный аромат нежный классно хорошо долго держится мне что понравилось или для меня это было уделение потому что аромат свеженький такой незатейливый я бы сказал очень простенький многие его назовут я бы тоже наверно назвала бы его простым но в есть в нем какая-то кристальность какая-то водянистость чистота кристальность что мне очень нравится что очень подходило в холодный пор года столько я его использовала вообще вот эти ароматы томми хайл фиджер мне подходит нравится я многие протестировала у нас здесь в магазине и я понимаю что они кстати люкс это как бы люкс но недорогой люкс и вот мне нравится девчонки вот если любите такие свежачки незатейливые то я думаю вам понравится вот даже осенью несколько раз я его на себя одевала все-таки но все-таки больше я наверное предпочту предпочту его использовать в летний жаркий период и то что девчонки мне не понравилось это oriflame пыталась как-то подружиться думала может отстояться разносить такое прочее жасмин оформление конечно безумно классно я после моей любви к жасминовой линейки у белита я думала что вот это такой же будет аромат нужно взять я хочу я не могу и так далее но нет 50 миллилитров туалетная водичка вот она выглядит здесь какой-то все-таки девчонки противники аромат он никак не отстоялся из флакона еще более или менее каждый раз когда беру флакон я думаю ну нет вот точно состоялся классно можно носить наверное будет такой нежный все равно не то чтобы нежно но приятный но когда я его наношу каждый раз повторяться одна и та же история вот все сделано история какая девчонки то что он я не знаю что за нота в нем такая гадкая вылазит но вот какая-то нотка есть неприятная но то что ли горечи про горклости какой-то даже есть вот я даже не знаю точно как вам описать но вот примерно такие у меня мысли на этот счет не нравится мне этот аромат я от него буду избавляться к сожалению номер 33 168 вообще аромат oriflame люблю если хотите напишите мне что вы хотите такой ролик если много комментариев лайков будет я тогда сниму именно отдельно про аромат oriflame не знаю войдет ли этот парфюм туда потому что я буду от него избавляться буду сейчас либо обмениваться на сайте либо продавать он и конечно стоил не так уж прям что сильно дорого так сколько это 100 может рублей 15 белорусских ну вроде я говорю опять же слушаю сейчас из флакона вроде классные вкусные но я знаю что когда я сейчас но в следующий раз нанесу на 5 начнут какие-то невкусные ноты из него вылазить вот именно на поверхность и все прекрасное что есть в этом аромате эти ноты начнут заглушать и убирать куда-то на задний план так что все таки я приняла решение да я буду от него избавляться вот этот какой прям получился мне к сожалению неудачник но ничего такое тоже бывает все это четыре аромата про которые я вам сегодня хотела рассказать поделиться с вами поболтать увидеться с вами я надеюсь этот ролик вам понравился был для вас интересным и полезным обязательно пишите свои отзывы вообще любите вы парфюмерию не любите тоже ответьте мне под этим роликом как часто вы покупаете и мне будет очень интересно напишите какое количество парфюмов есть у вас у меня кстати был ко мне запрос чтобы я показала всю коллекцию я обязательно это сделано и думаю уже наверное в ноябре это будет потому что сейчас как-то на это времени нет уезжаем в беларусь вот опять на месяц даже чуть чуть больше так что пока наверное я не сниму такой ролик но я очень постараюсь в ноябре этот ролик сделать так что вы мое количество увидите если интересно если еще не подписаны на мой канал то подписывайтесь и тогда следите за выходом роликов и вы конечно то безумие которое у меня есть в плане парфюмов вы увидите я думаю это очень даже много поэтому мне нужно остановиться с покупкой парфюмов я уже в последние недели три вообще на сайт и не захожу где парфюмы я не смотрю что где есть что почем продается где какие скидки чтобы не покупать принципе как бы я поставила цель пока не покупать парфюмы не покупая но с мая месяца и вообще в этом году было очень много куплено и на день рождения я себе позволила много парфюмов есть мне о чем рассказать будет много роликов еще парфюмерных болталок так что опять же говорю если не подписан то подписывайтесь будем с вами встречаться не только в парфюмерных роликах и болтать но это все на сегодня а то я уже что-то заболтала что-то мне занесло все до новых встреч дорогие мои пока пока